Всем огромный привет! Сегодня я хочу рассказать или продолжить рассказ о своей подготовке к Новому году и показать те игрушки, которые у меня уже сделались на данный момент. Я методически иду по своему плану. Я хочу все-таки заполнить коробочку. Ну, шучу, конечно. Я не хочу заполнить коробочку. Я просто хочу, чтобы у меня было разнообразие игрушек к Новому году на елочку и вообще для украшений. И сегодня я покажу несколько игрушек, которые я сделала. И давайте приступим к тем игрушкам, которые я доделала. Нужно сказать, что вот в прошлом году, возможно, ой, даже не в прошлом году, а несколько лет назад я закупалась небольшими наворчиками от Mill Hill как раз для Нового года из новогодней коллекции, из коллекции Рождество и такая подвесочка с Дедом Морозом, веночек. У меня тогда же началась в отшиве, но я на ней застряла, у меня были какие-то проблемы. Я уже даже не помню с чем, ни то с крестиками, ни то с бисером. Но проводя инвентаризацию своих запасов и размышляя, что мне все-таки доделать в этом году, я этот веночек доделала. У меня получилась такая игрушечка. Здесь очень большое количество бисера, на мой взгляд. Mill Hill отличается своим наполнением, бисером наполнением и очень красивым. В итоге мне осталось дошить всего там несколько крестиков, и я пришила бисер, который был вложен в наборе. Кроме того, такая подвесочка Деда Мороза должна висеть в центре. Она так и висит. И вот я нашла такой шнурочек и подвесила всю эту конструкцию на шнурочек золотистого цвета. Мне кажется, удачно будет сочетаться с золотистым бисером, желтым бисером. А для того, чтобы скрыть изнанку и для того, чтобы эта игрушечка выдержала достаточное количество времени, чтобы ей можно было пользоваться и пользоваться, и, возможно, даже передать по наследству в качестве елочных игрушек следующим поколениям своим, вот я приклеила фетр, зеленый фетр. Можно сказать, что игрушка готова, и я ее кладу в коробочку для игрушек. Кроме того, я еще доделала вот такой колокольчик. У меня была душесчипательная история с этим колокольчиком, который я пыталась рассказать в прошлый раз, но так до конца и не рассказала. Сейчас повторюсь, просто не все услышали эту историю, не все увидели этот колокольчик. Это колокольчик от фирмы Панна, который должен был делаться как пин-кип. И в набор, естественно, вкладывался шаблон, вкладывалась ленточка, пайеточки, бисер. Кроме того, атласная лента для вышивки. Ниточки, соответственно, были красного цвета и металлизированные. И вкладывался вот этот шнурок для оформления. Кстати, этот шнурок тоже вкладывался. А в наборе было вложено все, кроме вот этого колокольчика, который я прицепила внизу. Потому что производитель предлагал сделать бисерный вот этот язычок колокольчику. Но мне не понравилось. Я заменила такой штучкой, которую покрасила сама. И немножечко обработала наждачной бумагой. Колокольчик, конечно, весь кривой-кривой. Я сделала все ошибки, какие только можно было сделать на тот момент. Я забросила, я его еще начинала в прошлом году. И забросила его именно от того, что мне не понравилось ничего. У меня все получалось криво, у меня все получалось косо. Я забыла воспользоваться шаблоном. И так это от руки маханула, нарисовала карандашом на ткани будущий сюжет. По этому сюжету и вышивала. Сейчас не помню, предлагает ли производитель выполнить вышивку на обеих сторонах колокольчика. Но я сделала на обеих сторонах. Ну, в общем, даже несмотря на всю кривизну моего изделия, я все равно решила его закончить, не забрасывать. Довела его до состояния новогодней игрушки, чтобы можно было повесить на елочку. Вместо пинкипа я ее наполнила каким-то синтепоном или холофайбером. Уже, честно говоря, даже не знаю, как называется этот материал. В принципе, такой неказистый колокольчик, но я думаю, на елочке он будет смотреться неплохо. Ах, хочу еще упомянуть, что в наборе была линда 27-я. Все составляющие набора произведены гаммой. Но этой ткани было положено столько, что можно из остатков сделать еще два таких, как минимум. Это что касается этого колокольчика. Теперь вот про эти игрушечки, которые я уже демонстрировала в Инстаграм. Вот эти игрушечки. Эта игрушечка у меня сделалась первой. Я сейчас напомню, что это такое. Это набор. Это набор. В прошлом году я покупала на рождественской ярмарке вот эти наборы. Елочных игрушек с бисером, снежные узоры. Здесь делается елочка, звездочка и варежка. Симпатичные на картинке наборы. Короче, я купила картинку. Но мы часто покупаем картинку. И я покупала два. То есть, вот это еще не скрытый набор. Здесь он немножечко в другой цветовой гамме. Топленое молоко. Как говорит производитель. Но чтобы было понятно, что вообще входит в набор, я его тоже покажу. Значит, сюда входит фетр. Иголочка бисерная. И два набора бисера с паэтками. Ну и кроме того, ленточки, на которые вешаются эти игрушки. Что я должна сказать про этот набор? Нужно заметить, что фетр был вложен очень качественно. Мне понравился. Он плотный, он без просветов. И на нем очень удобно вышивать. Бисера и паэток положили достаточно. Вот я сейчас покажу, как у меня это все было. Коробочку немножко отодвинем. Просто покажу, что осталось. Бисер я высыпала в эту коробочку. Но девочкам не надо объяснять, откуда берутся вот такие вот коробочки. Его было просто так много, что я не знала, в какую емкость можно это все пересыпать для удобства. А здесь у меня лежали еще остатки от каких-то предыдущих работ. Я сюда высыпала синий бисер и паэточки. А здесь голубой бисер и паэточки. Эту елочку я сделала четко по инструкции производителя. Слава Богу, производитель вкладывал инструкцию. Здесь все прекрасно нарисовано, где что можно пришить. Кроме того, чтобы не сомневаться насчет цвета, всегда можно проконсультироваться с титульным листочком. Что замечательно, здесь также были шаблончики. В этот раз я уже не делала эту ошибку, как с тем моим колокольчиком от панны. Я вырезала эти шаблоны. И из фетра я вырезала детальки по этим шаблонам, используя маркер, который исчезает со временем. Он на воздухе достаточно быстро исчезает. И, честно говоря, ничуть не пожалела. То есть мне хватило его, чтобы я вырезала шаблоны, чтобы даже пришила. А на следующий день его уже даже и не было. На фетре и видно. В инструкции производитель говорит, что можно пришить в любом, естественно, сочетании, порядке. Любой узор нашить на фетр и сделать свою собственную игрушку. Но я не стала тут ничего выдумывать. Честно говоря, с этим у меня всегда не так уж хорошо, как кажется. Может быть, на первый взгляд. С воображением я имею в виду. Вот. Эту игрушку я сделала полностью по задумке производителя. Он предлагает оформить только одну сторону. Что я и сделала. Я оформила только одну сторону. Набила синтепоном. И пришила ленточку, за которую подвешивают на елку. Но когда я ее делала, я подумала, а почему бы не оформить и обратную сторону фетра. Так же красиво. Материала достаточно. В принципе, его хватит еще на несколько таких игрушек. Ну вот просто с лихвой. Несмотря на то, что даже очень много бисера расходуется по краю, чтобы обшить вот край. Но было уже поздно. Я уже дошивала эту игрушку. И уже невозможно было здесь ничего вышивать. Тогда вторую игрушку я решила сделать именно таким способом. То есть вот так предлагает нам производитель. Уж совсем ровно у меня не получилось. Но вот как получилось, так и получилось. И вот со второй стороны я уже похулиганила. И у меня получилась такая нежная сторона. То есть я заменила там, где был осенним узор. Я заменила на голубой и голубой на синий. Честно говоря, пожалела. Мне кажется, вот так вот было бы гораздо ярче и интереснее. Вот. Но будет так, чтобы помнить свои ошибки. С третьей игрушкой я уже не стала ничего придумывать. Сделала так, как просил производитель. Именно с таким узором. Но тут я попробовала обшить темным бисером. Не светлым голубым бисером, а синим. То есть здесь у меня двусторонняя абсолютно с одинаковым узором с двух сторон варежка. Но обшита темным бисером. Можно сказать, что я опять пожалела. Мне кажется, что все-таки светленький голубой бисер здесь пошел бы лучше. Вы можете видеть по остаткам, что в принципе можно еще что-то сделать. Единственное, что фетра кусочек остался совсем небольшой. Но фетр сейчас не проблема. Можно взять фетр из своих запасов и придумать что-нибудь еще. Или сделать подобные этим игрушки. Я не думаю, что я буду делать в этом году этот набор. Топленое молоко. Здесь с красными и зелеными пайетками и с бисером. Я буду делать что-то другое. Но попробовать мне очень хотелось. И я удовлетворила свое любопытство. На этом я завершаю свое видео. Спасибо большое за ваши просмотры. За ваше общение в комментариях. Всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения. До новых встреч. Пока.